В Омске в школе-интернате номер 9 имени Дмитрия Тимофеевича Язова впервые прошла секция рождественских чтений «Молодежь, свободы и ответственность». Эта школа была выбрана потому, что здесь воспитываются будущие казаки и потому, что она активно сотрудничает с церковью. Подробности в сюжете наших коллег. Название секции «Духовно-нравственные основы воспитания молодежи в образовательном учреждении с казачьим компонентом» соответствует процессу воспитания будущих казаков кадетской школы-интерната номер 9. Теперь в школе не один, а все классы казачьи. Кадетская школа-интернат возрастает года к году. Если раньше был один класс казачий, то теперь все классы казачьи разного направления, разного взаимодействия. Разного направления воспитания. Есть и пограничники, есть и десантники, есть и представители УФСИ, есть и духовник, который проводит занятия регулярно по церковлению школьников. Воспитательная система школы, она выстроена, она построена с учетом казачьего компонента, и в реализацию этого казачьего компонента входит и строевая подготовка, и пулевая стрельба, и рукопашный бой, и фланкировка. И дети, в общем-то, они день, каждый день проживают, погружаются в мир духовно-нравственного воспитания, в казачество. Подготовки к выступлениям на секции во многом способствовали посещению учащимися школьной музейной комнаты, открывшейся год назад. Когда мы создавали вот эту секцию, мы хотели идти научить, что есть традиции, и не только казачьи, есть православные традиции. И решили детям показать, что воспитание, они играют очень большую роль. Темы для своих докладов дети выбрали самые разнообразные, основательно изучив жизнь Ермака и Кущевскую атаку, подвиги Атамана Платова и полного георгиевского кавалера Недорубова, казачьи традиции и устои. Я подготовила доклад о воспитании мальчика в казачьей семье. Когда мальчику исполняется 7 лет, он до 7 лет живет с мамой в женской половине дома. А после 7 лет он уже переходит в мужскую половину дома, и воспитание мальчика переходит к отцу и к кресту. На секции состоялся показ фильма «На земле Сибирской», созданного педагогическим коллективом школы к первому Омскому фестивалю «Народные традиции». Ярким примером продолжения этих традиций стало показательное выступление с классическими приемами фланкировки шашками. Смысл фланкировки в том, чтобы научиться владеть несколькими видами оружия казачьих, такие как шашка, две шашки, нагайка и дротик. Все темы докладов были объединены православной верой. Она помогает юным казакам не только в учебе, но и в самых разных внеурочных мероприятиях – в конкурсах, фестивалях, в спортивных достижениях, в строевой и военной подготовке. Субтитры создавал DimaTorzok